Кальянный блок Кальянный блок Найсмок Найсмок Муаааа Всем привет, с вами Саня И сегодня у меня на столе Новый продукт на рынке, я бы сказал даже новый игрок Табак под названием Молодость, и конечно же давайте сначала Познакомимся вообще с компанией Что это такое, а концепция у ребят Достаточно интересная, мне отослали такой вот Такую вот коробочку Хотел сказать бокс, хотя я вроде видел В сторисах кому-то отправляли полноценный бокс Но Богдана не любит Богдан все помнит Ну ладно, конечно же все шутки Хотя осадочек остался У компании большие планы Они планируют выпускать 7 дропов В каждом будет 7 вкусов У меня как раз сейчас первый дроп Называется он первый раз Дальше будет с первого, включая этот По пятый еще бунт, азарт, свобода и отрыв Шестой дроп они Обещают сделать коллаборационным То есть все вкусы будут Возможно с какими-то блогерами С какими-то известными личностями И 7 дроп пока не раскрывает Он остается секретным И как я уже говорил У меня на столе Первый дроп называется Первый раз В общем, сейчас концепция в том Играют, так сказать, на наших эмоциях То, что мы пережили в молодости Ну, кто-то пережил Кто-то еще молод Я себе все-таки еще В этой категории себя отношу И, собственно говоря, все Названия вкусов Отсылают к нам К первому нашему Разному разу Если так, блять, разному разу Саня Бог, бог цитаты Ребята, разбирайте Перейдем к упаковке К банкам На самом деле Мне понравился визуал Мне понравился логотип В принципе Банки выглядят стильнее Выглядят свежо На полочках Они достаточно яркие Будут заметны По дизайну вопросов нет Мне нравится Все очень классно Но Во-первых Если брать упаковки Я, честно говоря Минуты две, наверное, искал Название вкуса Ты думал Ну, неужели они и не написали Типа, быть того не можешь Потому что в заблуждение Быводило как продавцов Так и покупателя В итоге я нашел А где они написали этот вкус Его можно заметить Только при световых бликах Особенно вот на ярких упаковках Ребят, прям очень-очень плохо видно В этом есть минус Ребят, надо писать название вкуса Так, чтобы Это было сразу заметно Я, конечно, понимаю То, что Это вписывается В дизайн упаковки Но Но не надо так Это достаточно сложно Нужно, мне кажется Быть немного попроще Дальше по упаковке Здесь нету линии отрыва Здесь просто идет такая пломба И я Собственноручно Не смог открыть Ни одну банку Конечно, понимаю Я не Артной Шварценеггер Но с подобными банками У меня никогда проблем не возникало Здесь же мне Приходил всегда на помощь нож Я по контуру Можно сказать Вырезал Обводил И только тогда Эта банка уже подавалась Открыть ее Опять же Возможно Это такая партия Ребят Компания Да, вы так смотрите Этот обзор Нужно это исправить Потому что Серьезно Нужно очень Очень много сил приложить Я не знаю Кто это откроет Но Я вот не смог открыть Дальше Что нас встречает в банке Честно говоря Я не видел никогда Такую Липкую смесь Но В защиту Скажу Что это сделано Для того Чтобы Так сказать Домашний кальяный обыватель Не перегрял Все это в чертовой матери И это на самом деле Работает Но с другой стороны Во-первых Конечно же Все это в пачке Надо перемешать А если вы собрались Все это забить Пушисто Ребят Забываем Про вилки Прошила Все делается Только руками Только так Это можно Пушисто забить В общем то Есть свои плюсы Есть свои минусы На чем забивать Решайте сами Смесь хорошо курится Как на прямоточках Турки Убивашки Убагешки Так и на разных фановых Можно кстати Даже забивать в касание Эта смесь Спокойно выдерживает Забыл сказать На видео Поэтому делают И сейчас в банке Смесь И светлого листа Вирджиния И темного листа Берли Держу в курсе Дальше Что касается Прогрева Ребят Очень важная часть Производители Советуют Все это прогревать На 4-25 углях Я такое сначала Прочитал Валя Камон Но Все по-моему Табачные производители Так пишут Да и даже Некоторые без табачной Смеси Пишут То что нужно Прогревать На 4-25 углях Но согласитесь В 90% случаев Хватает 3-25 углях И не в этот раз Я В первую свою забивку Как бы не прислушивался К этому совету В итоге Я жизненько Так обосрался Все это под колпаком Я Пытался Раскурить Пыхтел Наверное Минут 15-20 В итоге Аромка у меня Не раскрылась Было мало дыма Да и со временем Жар От углей Уже спал И мне в первый раз Не удалось Это нормально Покурить Потом я уже Последовал совету Забил на 4-25 Идеально Так что Ребят Очень важная Часть Серьезно 4-25 угля Если будете Что-то покупать Что-то пробовать Обязательно В любом случае Вы просто не раскроете Аромку И получается Что попросту Выкинете деньги А не поймете Что вы такое купили Что вы такое покурили Банки Сейчас Пока что Выпускают Только фасовки 25 грамм И в розницу Будет стоить 210 рублей Ценник на самом деле Как по мне Чуть-чуть Высоковат Но Я просто всегда Привык ориентироваться На мазков У них Банки 25 грамм При том Что сейчас Повысился акций Стоит уже 180 рублей Раньше было 165 Ну Так сказать Каждый сам решает Хочет ли он Отдавать Такие деньги Ну блять Ну как сказать Такие деньги Тот Кто курит Кальян Каждый день Понимает То что Кальян Курить дорого И всегда Где-то Хочется Сэкономить Копеечку Ну в целом Ладно 210 рублей Это не супер Высокий Ценник Но и Не низкий Не низкий Что касается Крепкости Она здесь Я бы сказал Чуть ниже Средней Это Легче чем Опять же Если возьмем Масхеф Определенно Легче Но это Чуть Подяжелее Если возьмем Например Сибер Их Светлую Линейку В общем По 10-бальной Шкале Я бы поставил Это где-то 3,5 Комфорт На самом деле Крепкость Я Кстати Особой Разницы Не заметил Что на Прямоточке Что и на Фанале Хотя Казалось бы На Прямоточке Всегда Покрепче Курица Ну возможно Покрепче Но если Только совсем Ну чуть-чуть Ну как я и сказал Смесь хорошо Курится Что на Прямоточке Что на Фанале Уже Выбирайте Сами Кто что Больше Любит Что Вот Действительно Мне понравилось То как Курится Эта смесь Она Не сушит Она Плавненько Легенько Накуривает Она Не бьет По горлу Аромки Не вылетают Держится Все хорошо Долго Курится В общем В этом плане Мне Действительно Понравилось Сделали Хорошую работу Не часто Не часто Такое Встречается То что Выкатывается Какой-то Новый Особенно Если Это Табачный Бренд И Чтобы Все Хорошо Курилось Ну вот Возьмем Пример У меня Сколько Там Месяц Два Был Назад Обзор На Табак Бразерс Там Некоторые Вкусы Курились Хорошо А некоторые Очень Сильно Били По горлу Я Это Говорил Мне Это Не Понравилось Здесь Все Вкусы Идеально Серьезно Приступать Ко вкусам Так Вот Я Спрячу Чтобы Никого Стакан Не смышал Итак В чашке У меня Забит Сейчас Вкус Первые Победы Это Фруктовый Сорбет Вкусно На самом Деле Свежо Ну Собственно Сорбет Это Такой Охлажденный Десерт Из ягод Ну Либо Из фруктов В данном Случа По фруктам Сказать Ну Что Тут Просто Какой-то Стандартный Фруктовый Микс Освежающий Вот Собственно Говоря И Все Вкусненько Первые Деньги Это У нас Идет Вишневая Кола Конечно Как Обычно На Напиток Это Не Похоже Это Скорее Кококольные Мармеладки С Приятной С Такой Вишенкой Первое Путешествие Тропический Шейк Стандартный Микс Из Фруктов Все Да Вы сейчас Наверное Скажете Почему я Не Вдаюсь В какие-то Там Эпитеты Почему я Так Подробно Не Разбираю Честно Говоря Сразу Забегу То Что Пока Что Они Сделали Самые Обычные Вкусы Дальше У нас Идет Первая Любовь Коктейльная Вишня Вишенка Приятная Сладкая Кислая Немного Миндальная С Косочкой Имея Ввиду Опять Обычные Вишни На рынке Такие Есть Первый Секс Лимонные Леденцы Опять Классическая Аромка В принципе Лимонные Леденцы Аромка Не Сложная У всех Почти У всех Производителей Они Выходят Хорошие Здесь Не Исключение Дальше У нас Идет Вкус Первая Вечеринка Это У нас Малиновый Морс Блять Вот Еле Видно Честно Говоря Вкус Прямо На ярких Паковках Еще раз Говорю Не нравится Мне Это Итак Малиновый Морс Да Действительно Похоже На Малиновый Морс Кому То Может Показать Что Это Малиновое Варенье Сладенькое Не Химозное Достаточно Приятный Вкус Все Сказать Больше Нечего И Последний Вкус Это У нас Первая Драка Клюквенный Лимонад Вот Клюква Сказать Мне Понравилось Больше Всех Она Такая Немного Напиточная С Хорошей Такой С Кислинкой Все Ягодно Вкусно Больше Сказать Нечего Мне Чуть Не Понравилось Хотя Я понимаю Почему Так То Что Производители Сейчас Нам Показали Самые Обычные Вкусы Которые Мы Уже Курили Минус В чем Минус Мне Кажется Даже В первом Дропе Хотя Один Два Вкуса Можно Было Быть Что Не Обычное Что Оригинальное Но С другой Сороны Я Понимаю То Что Нужно Показать На Знакомых На Вкусах Что Вообще Себя Представляет Табак Что Вообще Такую Молодость Как Это Будет Курица У Них Это Получилось Действительно Все Вкусы Они Обычные Но Они Хорошие Нас Еще Впереди Ждут Немало Дропов Я Надеюсь То Что Хоть Где-то Они Выходят Что-то Интересное Если Будет Что-то Гастрономическое Я Вообще Этому Буду Рад Хотя Вряд ли На самом Деле Потому Что Рынок По Гастрономии Конечно Где-то Там Сам Развивается Но Не В таком Большом Количестве Как Это Бы Хотелось Мне Я Уже Говорил Не Раз То Все Ягоды Фрукты Я Уже Давным Давно Перекурил Мне Хочется Всегда Что-то Нового Что-то Интересное К сожалению Этого Не Показали Но Буду Буду Этого С Ручки Будут Конечно В описании Подписываться На Партнеров Моего Канала Чашечки Мон Обязательно Ставите Лайки Ребят Пишите В комментариях Кто Уже Возможно Что-то Успел Попробовать Напишите Своё Мнение Интересно Будете Почитать Ну А С вами Был Саня Кальяный Канал Найсмок Всем Вам Дымных И вкусных Кальянов Всем Пока